ну вот ладно всех-то да приветствуем значит с вами сейчас админ отдал эту бишь я и наш гость это создатель и администратор таких проектов как варварская европа и кориус иван образцов то есть да все приветствуем так сказать нашего гостя и наша тема сегодня это происхождение славян их прародина то бишь прародина славянских народов и постараемся и по возможности наиболее как-то объективно осветить сейчас при этом в основном упор будет делаться на археологию историю и такие какие-то основные необходимые дисциплины в таком вопросе то есть тут нельзя просто будет остановиться на чем-то одном поэтому будем немного так с одной на другую возможно скакать периодически но в общем в чем значит путь вам суть то есть надо разобраться с этим то есть кто такие славяне вообще это это языковая группа какая-то это этно языковая группа то есть если вот например между разными славянскими народами например русскими и какими-нибудь сербами там или еще и словаками я не знаю там поляками если какая-то общность которую нет ну не только языковая что языки похожи там из одного корня а в принципе они как бы происходят от одних людей каких-то или все-таки это разные можно сказать народы просто как какими-то пертурбациями судьбы получившие эти славянские языки вот мне кажется прежде всего надо этот вопрос выяснить да вот и как вот ты считаешь как ты смотришь на этот вопрос так но я всех еще раз приветствую в чате кто мне писал я быстро отвечу на вопрос который был чуть выше ты знаком с историком дмитрием белоусовым и каналом народное славянское радио нет я с ними не знаком и относительно того что такое славяне и чем они являются ну само слово славяне но очевидно происходит от слова слова то есть славяне скорее всего по наиболее распространенной версии значение этого этнонима это люди которые могут друг друга принимать люди которые говорят на одном языке но в то же время это однозначно этноним по крайней мере он был этнонимом когда-то давно и и однозначно мы теперь знаем что различные славянские народы все таки имеют друг с другом биологическую генетическую схожесть в 2007 году по нейчер в журнале наичер было опубликовано исследование современных славянских популяций это было еще до 2014 года до того научились выделять нормально обрабатывать днк с аутосом делать полный геномный анализ но это был анализ таким образом основанный на коротких надемных повторах который нашел так называемый прославянский кластер то есть современной популяции который ближе всего к некой гипотетической раннеславянской древней прославянской популяции и в нее входят современные поляки украинцы белорусы и южные русские кроме северных русских потому что северные русские поморские народы они имеют значительную примесь болтоязычного населения и финноязычного населения которые они колонизировали в ходе эпохи великого переселения народов и раннего средневековья но еще такую ремарку вставлю насколько я помню еще средне русские популяции тоже вроде бы входят в это куда южно-русские средне русские без северных русских ну да да в принципе русские это как раз и в более поздних исследованиях обычно делятся на две группы на более многочисленную южную и более малочисленную северную но это в принципе я думаю удовлетворительный ответ на эти вопросы но таким образом как я понял наиболее близки именно прославянам это средние русские но из в русском народе южные русские поляки в общем такие народы правильно что там касается балканских славян они имеют к балканске заметные уже отличия какие-то или все-таки нет да да дело в том что в шестом седьмом веках славянские племена вторглись на территорию балкан которая в то время находилась ну как в то время очень долгое время и традиционно находилась под контролем византийской империи бывшей восточно римской империи и на реке дунай стоял лимес оборонительные сооружения империи которые в европе еще со времен цезаря стояли по рейну и по дунаю и вот в шестом веке славянские племена прорвали дунайские лимес и заселили все балканы вплоть до греции и некоторых островов средиземного моря и частей малой азии известные слои пожарищ в таких городах как киркира афины спарта коринф локрис и так далее и именно тогда то что называют цивилизации письменными народами впервые сталкиваются со славянами и в таких трудах как история про копия кесарийского и гетика годского историка йордана в пятом шестом веках на начале шестого века славяне появляются по своим собственным именем которое по-гречески звучит как склобиной значит 2 варварских племенах да да ну просто уже этому потом на дальнейшей какой-то истории славян ну вот таким образом получается что балканские славяне не там смешаны с местным населением которые там до этого жила и таким образом все таки мы можем сделать вывод какой-то что все-таки была какая-то единая общность славян которые потом ну где-то растворилась где-то более менее там в каком-то ну неизменном или практически неизменном виде осталось то есть и таким образом встает вопрос на на где эта общность вообще находилась какое на происхождение имеет то есть славяне они же не могут просто так взять и улевать с неба как бы на землю у них должны быть тоже какие-то какие-то истории это очень сложный вопрос подводить которого я буду весь свой сегодняшний рассказ и ответить на него смогу получать ближе к концу стрима и для этого можно далее искать я наверно пока отвечу на вопросы с чата которых тут немножечко уже налилось но я думаю подожди в чате в принципе мы наверное на потом почитаем морг до самом конце самом конце вряд ли я буду немного по ходу наверное отвечать если она просто чтобы не прерывать какую-то последовательность если интересные вопросы которые достойными ответами ну а вот из того например что я задал касательно там откуда происходит это про славянская общность вопрос про родину таким образом ты тоже был затрагивать по ходу по ходу или в принципе можно сейчас сразу ведь вот про родину славян да по ходу к сразу я не буду наверное все карты раскрывать но говоря об этом исследовании которые уже обмену исследования в наичер 2007 года говорит о том что территорий про родины славян то есть и генетической родины этого прославянского кластера является среднее поднепровье то есть территории около среднего течения реки днепр мне-то на какую карту не надо продемонстрировать нет пока не нужно карты демонстрировать я скажу так так вопросы можно как считаете славяно-арийских медах есть хоть доля правды нет славяно-арийские веды это подделка которую сделал глава секты церковь староверов инклингов александр хиневич ну да это лименские славяне уж я об этом к слову уже говорил в одном из видео по моему там как раз я на него оставил ссылку в описании специально вот как раз для таких вопросов как бы следующий эльменские славяне не славяне эльменские славяне это славяне насколько я знаю по данным балановского там у них 33 четверти именно генофонда соответствует славянским каким-то до компонента и только одна четвертая то есть одна четвертая совокупно имеет балтский и финно-угорский компонент кино на самом деле вопреки расхожему мифу очень мало финно-угорского субстрата то есть даже у северных русского города даже у северных русских которые там казалось бы как там все время говорят они там чуть ли не финны перешедшие на славянские языки даже у них то есть финского и балтского в совокупности то есть нечисто даже финского всего лишь одна четвертая то есть нельзя говорить о каких то там знаете как бывают всякие глупые теории что там все там какие-то перешедшие там ингры там на эти на славянские языки то есть это все конечно глупости там да там действительно есть этот компонент финский но он не настолько велик как его преподносят часто да это совершенно справедливо потому что финно-угорские народы в железном веке это в основном очень малочисленное население которое занималось подсечным огневым земледелием охотой рыболовством его было очень мало пришельцев славян гораздо больше них просто вытеснили фактически их гены славян их в генофонде получившейся популяции будет однозначно больше и даже более того европейских европеоидных таких степных индоевропейских генов в финских популяциях европы больше чем базальных финских потому что я поясню немного степные гены это не гены степных народов каких-то типов там половцев или там вроде этого то есть имеется ввиду ямная днк то есть днк ямный культура да еще до того как это ямная культура она жила не жила располагалась в общем-то вот в степной зоне и поэтому вот как раз таки и назвали так степная днк и тому подобное часто такое словосочетание есть различных источников там особенно английском степ днк да но и в общем еще до того как в начале в конце бронзово начале железного века финно-угорские племена пришли в европу на ну собственно в лесной зоне восточной европы расселялись северные индоевропейцы и в принципе современные финны это скорее ассимилированные финнами индоевропейцы чем наоборот так тут еще немножко набежало вопросов так 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 на балканы славяне сами пришли или на волне аварских завоеваний на балканы славяне пришли до того как сложился аварский кабинет они туда пришли сами и заселили заселили те территории на которых аваров не было то есть ну славяне завоевали полностью грецию там авары не воевали так 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 можете прокомментировать популярные заблуждения которые продвигаются антирусской пропагандой но мы их уже прокомментировали да мы их уже прокомментировали когда произошел распад славянской языковой общности и прослеживается ли это событие по данным археологии да прослеживается я про это расскажу а там еще было про колотов и скифов то есть скифы относятся к готам ну то есть это очевидно я насчет скалотов могу пояснить что то что такое скалоты слово происходит из истории геродота когда напишет о скифах дело в том что самое название скифов на скифском языке звучало примерно как скюта или скюда но в позднем скифском языке как и во многих иранских перешло произошел лингвистический переход фонемы д фонему л поэтому в позднем скифском языке само название скифов стало звучать как скюла и во множественном числе скюлата от этого происходит слово скалоты это просто само название скифов а то есть этноним если говорить научным языком более таким ну вот и что еще у нас там было относится ли они к готам то есть ну тут как бы очевидно разные сверху да это языковые группы разные то есть даже разные ветви там этих языковых групп то есть там кентом здесь с этим то есть это очень как бы достаточно далекие вещи на год и пришли скандиналии так ну в принципе наверное в принципе на все вопросы сейчас ответили кроме там болта славянской языковой дачности вот есть пробалт славянской языковой общность да мы обсуждали финно-угорские степные ямные компоненты в этногенезе славян а вот наоборот у восточных немцев которые проживают у славянских землях присоединенных аттоном много славянских генов они встречаются больше чем у центральных немцев или западных немцев можно ли считать казаков за русских являются ли они потомками сарматов ну то есть тут насколько мне известно так каких а черноморского подожди казаков а каких казаков как бы то есть на донских имеются виду донские казаки видимо у казаки от не от нас это военно-социальная прослойка скажем так ну да да ну конечно они будут являться русскими особенно те как как бы которые являются донскими в первую очередь вопросы о том являются ли они потомками сарматов то есть насколько я знаю там по исследованиям было новского там особых каких-то кардинальных таких отличий вот от русского генофонда ну нет есть какие-то своеобразные там реки но это в принципе все укладывается в рамки одного этноса так ну значит я продолжу ну да про историю византию значит в шестом-седьмом веках происходит вторжение славянских племен на балканы в это время славяне стал цивилизованные народы письменные народы сталкиваются впервые со славянами и такие авторы как годский историк йордан и прокопий кисарийский впервые упоминают славян под их собственным именем как склабиной на греческом языке прокопий кисарийский упоминает два родственных племени склабиной и антой то есть то что как обычно транскрибируется склабины цели склавины и анты и упоминает что они говорят на общем языке на родственных наречиях мы по тому как прокопий кисарийский йордан говорят о расселении склавинов можем говорить о том что то что они описывают отлично ложится на территорию где мы находим памятники так называемой пражской археологической культуры сразу для тех кто не знает упомяну что археологические культуры обычно напоминают называются по населенному пункту рядом с которым впервые обнаружены памятники этой культуры и может быть карту от пражской культуры пражская культура да покажи впервые под прагой найдены памятники этой культуры потому она называется пражской так что это для того чтобы потом не спрашивали почему какая-то культура называется именно так это не значит что прага в то время была карта показал вроде бы должна появиться в общем вот карта пражской культуры надо сказать ему пару слов о хронологии потому что в начале в пятом веке пражская культура появляется и она существует называется именно так это не значит что прага в то время была уни народа в восточной европе в археологию эпоху великого переселения народов можно ограничить двумя событиями масштабными это война пятого века и война седьмого века то о чем писали андрей михайлович обломский и михаил казанский и чем они спорили в том числе но вот такие вот границы эпохи можно обозначить это эпоху в которую в европу повторяются гуны когда рушится римская империя и когда происходят варварские вторжения на территории восточной и западной римской империи вторжение славян на балканы это один из эпизодов этих варварских вторжений вот она значит пражская культура в пятом веке она находилась лишь в полесье то есть это та территория в правом верхнем углу карты в правобережье днепра откуда и происходило расселение пражских племен там как развали лишь небольшую территорию полесью а там как раз стрелочки что там как раз стрелочками по данной сиделась перед просто шопан и на рубеже шестого и седьмого века пражская культура разделяется на отдельные варианты такие как суково дзедицкая группа памятников польши тип памятников ты на балканах ну и потом в ходе седьмого века войны седьмого века пражские а точнее потомки пражских племен заселяют большую часть территории будущей древней руси и большая часть славянских культур которые мы знаем происходит от пражской культуры вроде бы за все отлично нужно видимо теперь сказать о пражской культуры главным отличительным признакам которые позволяют отличить пражские памятники от более ранних более поздних или иных это памятник является пражская керамика можешь показать первую картинку так вот она вот пражская керамика это такие эти два сосуда являются типичными представителями пражской керамики да в общем как вы видите такие грубоватые не украшенные сосуды с сужением в верхней трети иногда небольшим совсем венчиком они очень характерны они мало походят на что-либо иное и по ним очень легко опознать славянскую пражскую именно пражскую культуру следующим археологическим признаком пражской культуры являются жилища в виде полуземлянок можешь показать полуземлянке следующую картинку так секунду в углу такой полуземлянки обычно стояла печка каменка в углу полуземлянки стояла печка каменка без трубы то есть дым выходил не наружу она топилась по черному да и выходил само жилое помещение поселения на которых располагались такие жилища располагались гнездами на надпойменных террасах что значит гнездами да значит что вот у нас допустим есть одно поселение за 500 метров от него у нас еще одно поселение за 500 метров от обоих нас еще одно поселение в итоге получается такое гнездо поселений несколько поселений вместе, которые образуют определенный кластер поселений довольно на большом расстоянии от другого такого же гнезда, другого такого кластера. И все эти поселения располагаются рядом с реками на надпойменных террасах. Я не знаю, насколько люди знакомы с тем, как работает ландшафт в Восточной Европе, но, в общем, у рек есть надпойменные террасы, и на этих надпойменных террасах селились ранние славяне эпохи Великого Переселения Народов. Насчет языка. Мы точно знаем, что они говорили на прославянском языке или на поздних вариантах прославянского языка. Как мы это узнали? Во всех славянских языках, этот аргумент часто приводится, в том числе Марк Борисович Щукин, есть слово «король», которое обозначает «вождя», предводителя государства, монарха. Оно происходит от имени франкского короля Карла Великого, который «каролюс магнус» на латыни, который правил в восьмом начале девятого веков. Значит, мы знаем, что распад прославянской общности не мог происходить раньше восьмого века. И время существования прожеской культуры попадает как раз до этого времени. Нужно ещё немножко оговориться о языковых данных, как мы можем на основании языка узнать что-то о прародине славян. По языку можно восстановить круг обращения, круг повседневной жизни его носителей, потому что в языке всё это запечатляется. Язык в себе уже таким образом несёт историю народа и, более того, его мировоззрение, его некий глубинный дух. Потому что человек в некотором смысле живёт в языке. И на основании реконструированного прославянского языка мы можем очень многое узнать об их культуре. Касательно языка прославянского. То есть, надо пояснить, что он не зафиксирован, как в каких-то документах, в каких-то источниках. У нас нет никаких надписей, например, на прославянском языке. Хотя... На самом деле, что мы считаем прославянским языком? Потому что церковно-славянский может рассматриваться как очень поздний вариант прославянского языка с уже рядом произошедших изменений, которые отличали бы его от архаического прославянского языка. Ну, всё равно. То есть, раз уж мы говорим... То есть, это именно реконструированный язык вот этой вот общности. То есть, когда славяне были едины, по сути. Как бы их язык. Да, это реконструированный язык. Реконструированный на основании законов изменений, которые мы знаем в разных славянских языках. Такие, как первая полотализация, например. Запомните про неё. Она важна. Мы к ней ещё вернёмся. Ну и вот из праславянского языка следует такой буковый аргумент, который заключается в том, что в праславянском языке нет общего обозначения для бука. И значит, славяне не жили в зоне произрастания бука, который растёт восточнее линии Калининград-Одесса. Не растёт западнее линии Калининград-Одесса, я извиняюсь. Значит, славяне жили восточнее этой линии. Также в праславянском языке нет общего названия моря. И из этого мы делаем вид, что они жили вне моря, они не жили на морском побережье. Ну и в вышвопомянутой уже статье из Nature 2007 года делается вывод, что это было примерно в Среднее Поднепровье. И здесь мы встречаем первые проблемы, которые говорят о том, что прашеская культура не может являться первой славянской культурой. На этом я сделаю перерыв и отвечу на вопросы из чата. Насколько родственна именьковская культура культурам, атрибутированным как славянские? Именьковская культура является одной из раннеславянских культур, или во всяком случае её оставил народ очень близкий ранним славянам. Я об этом писал в Варварской Европе. Если вам интересно, можете про это почитать. На именьковской культуре я сегодня останавливаться подробно не буду, извините. К какому антропологическому типу относятся славяне? Являются ли понтиды славянами? Территория Черноморского побережья Восточной Украины вдоль и поперёк рассеяна этим типом. Там потом будет вопрос, по-моему, отношения к расовой антропологии. Кто лучше меня в этом разбирается, предлагаю ответить. Ну, касательно понтидов и понтийского типа, то есть, и их отношения к славянам. А, там, являются ли они прямыми потомками скифов? Этот вопрос, да? Нет, нет. Там опять был пропантинов. А, вот являются-то, да. Нет, в каком антропологическом типе славяне спрашивают? Про славяне. В немецкой антропологической школе были отнесены к нордическому типу. Ну, там, с какими-то вкраплениями других европейских расовых типов. В советской популяционной школе там в зависимости от племён уже относили, там очень такая спорная вещь существует, что в советской этой школе, то есть, популяционной, там все узколиции типы и долихоцефальные были отнесены к Средиземноморскому, а широколиции, там, и брахицефальные к палеоевропейскому. Ну, это, в общем-то, известная такая тема. Это и у Куна, в том числе у Карлтона Куна прослеживается. Ну, и таким образом, тот же Бунак, он относил, например, ряд славянских племён к тому же расовому типу, что и, например, сардинцы. То есть, к Средиземноморскому, причём ярко такому выраженному. Но это всё как бы весьма спорно, потому что генетически там как раз видим, что, ну, наверное, нет ни одного вот этого вот славянского племени, которое у нас было бы вот по генетике аналогично сардинцам, то есть, у которых был бы там почти вот 90-процентный компонент вот этих вот неолитических фермеров из Анатолии. То есть, поэтому здесь нельзя говорить, что это одна раса, может быть. И таким образом, с этими вот понтидами, как там упомянули, встаёт такой вопрос, как бы, то есть, как этот тип принадлежит, как бы восходит к какому генетическому компоненту именно фенотипически. То есть, генотип – это же проявление генотипа, то есть, и с какими-то там изменениями среды. То есть, и, по сути, мы же можем возвести определённые фенотипы по происхождению генотипа. То есть, и встаёт этот вопрос понтиды, к какому типу они восходят. И, по всей видимости, это может быть и какое-то влияние вот этого вот ближневосточного коридерско-генатолийского компонента вот этих ранних фермеров. И, возможно, это может быть также и степной компонент, потому что, как мы и знаем, ямная вот эта вот представитель ямной культуры, то есть, которые являются, по всей видимости, проиндоевропейцами. Но не хотелось, конечно, затрагивать этот вопрос раньше времени. Да, потом хотелось. Да, вот, ну ладно, уже поясню, раз начал. Они не все были какие-то там светлые, как раньше это представляли. Не все они были там голубоглазые, как типичные представления о каких-то арийцах вот в 19-м, в начале 20-го века. То есть, многие из них были смешанной пигментацией, были тёмной пигментацией, но при этом они не являлись вот этими вот генетически анатолийскими фермерами, которые за южноевропейских компонент больше отвечают, ну, ответственны. А являлись, по сути, представителями больше вот этого вот палеоевропейского какого-то кластера. Ну, ближе к нему были. И таким образом, ну, пигментация, она зачастую не является в данном случае определяющей. А насчёт этого, насчёт являются ли они потомками сарматов, скифов, понтиды? Нет, нет. То есть, это может быть... Следующий вопрос, я тебе отвечаю. Да, да. Так, а пражско-корчакская культура и пражская культура – это одно и то же, да? Понятие пражской культуры – довольно спорная тема в археологии, но можно осторожно сказать, что корчакская культура – это поздний вариант классической пражской культуры. То есть, там в VII веке у нас классическая пражская культура даёт памятники типа ипотешты кэндешты, даёт памятники типа слуховой дзятицы и корчакскую культуру, скажем так. Но это не общепринятая точка зрения, на самом деле. Как вы относитесь к расовой антропологии, к теории Ганса Фридриха Карла Юнтера? Я считаю, что с появлением генетики она устарела. Что генетика… Ну, фенотип – это проявление генотипа. И поэтому мы можем с помощью генетики сделать всё, что может сделать расовая антропология, и больше. Да, я тут ещё поясню кое-что, что… Там был вопрос, так, я его сейчас не могу найти, можешь его озвучить прямо сейчас? Какой? Ну, вот этот вот про расовую антропологию что-то. А, как вы относитесь к расовой антропологии, теории Ганса Фридриха Карла Юнтера? Теории Юнтера, да, вот формулировка. То есть, Юнтер, он был больше популяризатором вот этих теорий, то есть, он, по сути, все вот эти теории он упрощал для каких-то таких популяризаторских целей. То есть, там нельзя говорить, что его работа – это какой-то верх вот этой вот антропологии. И тем более, что это прежде всего социальная антропология, а не физическая в его случае. Как бы он вот этим занимался, больше социальной антропологией. И что ещё можно сказать? Да, вот, в принципе, с появлением генетики, конечно, ну, то есть, точнее гораздо исследовать вот генотипы, чем вот работать с фенотипом, как проявлением генотипа. То есть, конечно, это точнее. Но, в принципе, если говорить о двух вот этих теориях безотносительно генетики, то есть, у советской вот этой популяционной и немецкой типологической, то, в принципе, они обе могут использоваться. В исследовании, как мне кажется. Так, слышал мнение, что в греках современных много славянского компонента после как раз тех завоеваний. И что современные греки во многом огреченные славяне. Спасибо, Юлианский. На самом деле, скорее, современные южные славяне – это славяне с большим процентом примеси местного дославянского населения. Но в современном новогреческом языке есть довольно много славянских заимствований как раз из того времени. Коллапс из румянецкой культуры спрашивают. Про это будет потом. Как повлияло нашествие гунов на прославян. Про это будет потом. Пока интересно. Благодарю. Тебя благодарим. Там секунду как раз человек написал, что сейчас генетики пока не могут полностью предсказать фенотип по генотипу, поэтому методы классической антропологии сохраняют актуальность. Ну вот я тоже отчасти с этим согласен, что какую-то актуальность это действительно сохраняет. Но в данном случае в чём суть? Я огорчу, могут предсказать. Не, ну полностью, то есть нельзя вот даже взять те же тот же... Большая часть того, с чем работает физическая антропология, это могут предсказать? Ну то есть, секунду насчёт этого всего. То есть, например, вот те же западноевропейские охотники-собиратели, то есть, ну как потомки кроманьонцев в мезолите, по сути, они по данным генетики, они относительно такие тёмно-пигментированные, ну не то, что сказать, наверное, чернокожие, то есть, а именно вот у них тёмная пигментация кожи смуглая и голубые глаза. Но при этом те же методы генетики, которые это показывают, они, например, на современных монголах и там ещё каких-то народах, китайцах и каких-то, я не помню, ну азиатских народах, они тоже показывают, что они темнокожие, то есть, или смуглые, то есть, они при этом являются далеко не смуглыми, все эти монголы, китайцы. Я сделаю уточнение, они пока не бывают сейчас, хорошо. А, хорошо. Они не говорят о пигментации, они говорят о наличии генов, которые отвечают за пигментацию кожи. И просто, очевидно, не было этого аллеля, этого KTLG с НИПа, как пигментацию, светлую пигментацию у современных европейских популяций. У азиатов за пигментацию их кожи отвечает другой ген. Несмотря на то, что она по цвету чисто похожа. Возможно, у древних европейцев был какой-то ещё другой ген, который делал их светло-пигментированными. Это исследование говорит просто о том, что у них не было того гена, отвечающего за светлую пигментацию, который происходит из приполярных областей Сибири. Да, но я тут, если что, не утверждаю, что они все были светло-пигментированными. Я скорее к тому, что метод всё-таки этот ещё не очень точен. Но это исследование не было, не смотри. Ну и какие методы сохраняют актуальность? То есть, если они сохраняют актуальность, то всё равно необходимо их подкреплять какими-то генетическими исследованиями на данный момент. Потому что вот мы возьмём те же исследования Бунака, советского антрополога. То есть, он по черепам чисто, он решил, что вот, я точно сейчас не скажу, но, по-моему, Кривичи или Радимичи, вот кто-то из них, по-моему, они вот расовые, как сардинцы. То есть, по сути, вот один расовый тип. Хотя генетически, но там не может быть настолько общих компонентов. Поэтому, конечно, надо вот генетические исследования всё равно привлекать. Ну, наверное, на данный момент действительно, наверное, самым вот таким точным было бы использовать все методы, как мне кажется. Потому что, ну, чем больше методов, тем точнее результат. Это как бы, в принципе, научная такая истина. Мне кажется, с этим вряд ли кто-то может спорить. Следующий вопрос. Было бы интересно узнать насчёт русских. Правда, что это самый неславянский народ. Я про это говорил в самом начале стрима. Можешь отмотать. Если коротко, нет, это неправда. Так, ну и я продолжу. Я закончил на том, что мы не можем считать пражскую культуру самой первой славянской культурой. Почему? Несмотря на то, что большая часть более поздних славянских культур действительно восходит к пражской культуре, то, что называется сейчас северными русскими, или что тогда было населением лесной зоны русской равнины, не происходит от носителей пражской культуры. То есть это носители таких типов памятников, как псковские и смоленские длинные курганы, новгородские скопки и так далее. Я не буду останавливаться на этих культурах, но я скажу, что они также, точнее, потомки этих людей в современности являются носителями так называемой первой акцентологической группы, которая является самым первым ответвлением от праславянского языка, так как в ней не прошла первая платализация, о которой я говорил. Во всех остальных славянских языках и в южных, и в западных, и в восточных прошла первая платализация, в первой акцентологической группе, на которой говорят северные русские, не прошла. Упомянутые мной северные волны славянского расселения происходят, восходят к северным волнам колонизации и населения, оставившего памятники киевской культуры. Киевская культура, которая располагалась в Среднем Поднепровье в III-V веках в нашей эре, также известна как Римское время Железного века. Римское время Железного века – это период примерно с I по V века нашей эры, в ходе которой варварские народы Европы находятся под серьезным воздействием римской культуры. Происходит руманизация, то, что называется руманизацией, и многие вещи из Римской империи проникают в варварскую среду. Археологическими признаками киевской культуры являются лепные беконические характерные такие сосуды с расчесами, которые наносились гребнем или частями гребней киевской культуры. Схожие с пражскими полуземлянки, полуземлянки вы видели, которые также располагались поселениями, гнездами на первых надпойменных террасах. И могильники с безнавентарными трупосожжениями. Можешь показать в гребении? Еще раз? Да, еще раз. Ну, его же не видели. А, ну, точно. Да. В общем, вот погребение, типичное погребение киевской культуры. Схожие погребения были в пражской культуре зачастую. Это яма, где вы можете видеть скопление пережженных костей. То есть, это погребение по обряду трупосожжения в грунтовом могильнике. Над этим погребением не насыпался курган. Оно просто помечалось, возможно, столбом. И все. То есть, по структуре культуры киевская культура на пражскую культуру очень похоже. И основной отличительной особенностью, гордостью киевской культуры, можно сказать, тем, чем она прославилась, являются украшения круга варварских эмалей. Покажи варварские эмали. Это они. Ну, то есть, вот эти вот... Ну, следующие, по-моему. Да, да. Да. В общем, вот украшения круга восточноевропейских варварских выемчатых эмалей, выполненные мастерами из проекта Руна. Если вы хотите про них узнать больше, вы можете их найти где-то в варварской Европе. Там есть ссылки. В общем, да, существует множество наименований таких украшений. Они делались из бронзы, в основном из бронзы, в таком характерном геометрическом стиле. В них были выемки, которые заполнялись эмалью. Эмаль делалась из римского стекла, которое производилось примерно где-то в северо-причерноморских факториях, скорее всего. Чаще всего заполнение выемок эмалью было красного цвета. Хотя иногда встречаются и другие цвета. Вот здесь вы можете видеть две фибулы, подвеску, лунницу и гребень. Тоже в виде подвески. Нет, это не перегородчатая эмаль. Это выемочатая эмаль. В общем, да, самым известным кладом таких украшений является брянский клад или усухский клад, найденный довольно недавно. И он показывает нам, что в киевской культуре была довольно развитая, довольно богатая дружинная элитная культура, так как там найдены рога, ритоны для питья, что интересно, сделаны из дерева и украшены такими обкладками в стиле эмалий. Там найдена плеть, нагайка для управления конем. Все из этого является характерными признаками элитарной культуры воинов, дружинной культуры. Вот, собственно, да. Все еще выведены на экран украшения круговосточноевропейских выемчатых эмалей. Самым известным кладом круговосточноевропейских выемчатых эмалей, в котором во множество содержатся такие отношения украшений, является брянский клад, который найден в Брянской области рядом с усухом. Зачем ты это сделал? Так, это случайно. Это не нужно сейчас. Все, все, все. В общем, да, Брянский клад. В нем мы находим множество свидетельств того, что в рамках киевской культуры существовала довольно развитая, взрослая воинская дружинная культура. В Брянском кладе, например, найдены ритоны, что интересно, выполнены из дерева, с такими характерными обкладками в стиле восточноевропейских вымчатых эмалий. Найдена нагайка для погонения коня, которая также могла использоваться как оружие довольно серьезное. Также найдены, насколько я помню, элементы ременной гарнитуры. Все это является элитным мужским убором, который свидетельствует как раз о дружинной культуре, о воинской культуре в рамках киевского времени. Ну и в общем мы можем видеть, что археологически киевская культура очень схожа с пражской, только она древнее, но существовала, как я уже сказал, в 3-5 веках нашей эры, в римское время. И в 5 веке в конце своего существования пражская культура дает колоченские памятники на тех местах, где существовала пражская культура и пеньковскую культуру в Черноморье, там, где до этого были памятники так называемой черняховской культуры, точнее, готской державой и народами, которых они контролировали. После того, как вторглись гуны, мне кажется, стрим висит, после того, как в Европу вторглись гуны, территория Северного Причерноморья освободилась, и туда хлынули славянские племена, потомки, носители киевской культуры, образовав пеньковскую археологическую культуру. Ну и относительно киевской культуры, скорее всего, Тацит, римский историк первого века, очевидно, не киевской культуры, а более ранние, более ранние племена, о которых я чуть позже скажу, говорит о так называемом племени, которое он означает как Венеты, что вполне себе соответствует Среднему Поднепровью, где мы видим памятники киевской культуры и более ранних схожих памятников. Ну и можно видеть, что киевская культура очень близко к зоне параславянской гидронимии и к найденному исследованию 2007 года генетической предполагаемой прародине славян. Тем не менее, киевская культура также не может быть признана первой славянской культурой. Почему? Дело в том, что ранее упомянутая пражская культура не восходит к киевским памятникам. Как я уже упоминал, пражская культура развивается из правобережного полесья, где памятников киевской культуры не отмечены. Следовательно, нужно искать еще более древний общий корень пражских и киевских памятников. Если если мы посмотрим на пражскую культуру, то мы увидим, что в пятом веке она развивается из памятников схожих с так называемыми зубритскими и пришовскими, не путать с пшеворскими, которые восходят к культуре третьего века до нашей эры, первого века нашей эры, зарубинецкой культуры, которая существовала в Среднем Поднепровье в так называемое кельтское или латенское время Железного века. По аналогии с римским временем, это время, когда в Европе доминировали племена кельтов и происходила латенизация, так как культура кельтов называется культура латен, потому что рядом с поселением Латен во Франции впервые обнаружены памятники этой культуры и практически вся Восточная Европа была накрыта так называемой кельтской вуалью. В том числе сильному влиянию кельтской латенской культуры подверглась и зарубинецкая культура Поднепровья. Насчет археологических признаков зарубинецкой культуры скажем следующее. Это, во-первых, характерные часто чернолощенные искусные, довольно искусно сделанные горшки. Можешь показать горшки, если не трудно. Да, да, сейчас. Вот они, горшки. Горшки показал? Да, должны появиться. Вот, собственно, эти горшки. Так же, как и население киевской и пражской культуры, население зарубинецкой культуры обычно проживало в полуземлянках, конструкция полуземлянок, в зависимости от варианта зарубинецкой культуры разнилась. Но чаще всего это были именно полуземлянки либо наземные жилища схожей габаритов, схожей конструкции. И для них также характерны могильники с трубоположениями, но в этот раз с инвентарем. С погребальным инвентарем и в качестве погребального инвентаря в зарубинецкие погребения зачастую клали характерные бронзовые фибулы так называемого зарубинецкого типа. Ну вот вы здесь можете под этими тремя горшками и одной двумя горшками одной низкой видеть такую зарубинецкую фибулу. Можешь показать следующую картинку, там тоже зарубинецкие фибулы, их там видно даже лучше. Ну это собственно такая кованая бронзовая или железная иногда застежка, которая является как раз наследием кельтской латенской культуры, культуры в рамках зарубинецкой культуры. характерной особенностью зарубинецких фибул является вот этот треугольный щиток на спинке фибулы над иглой, который придает ей такую характерную зарубинецкую форму. И именно зарубинецкие памятники зачастую характерно выделяются от инокультурных более ранних или более поздних памятников. Ну и также в отличие от более поздних культур, о которых я говорил, зарубинецкие премена проживали на мысовых городищах. То есть это городище на мысах над реками, не на первых напомянных террасах, а на мысах. И это были не селища гнездами, а городище, огороженные чистоколами, валами, довольно мощными укреплениями. Как можно видеть, зарубинецкая культура имеет и серьезные черты сходства, и серьезные черты различия по отношению к киевской и пражской более поздним культурам. Может быть, карту зарубинецкой культуры можно показать? У меня слышно. покажи, конечно, я забыл про нее. Покажи, конечно, карту зарубинецкой культуры. Вот выведена на экран карта зарубинецкой культуры. Нужно рассказать немного о ее хронологии. Почему же мы считаем, что именно к зарубинецкой культуре восходят памятники киевской и пражской культуры? Дело в том, что в первом веке нашей эры зарубинецкая культура претерпевает взрыв, так называемый взрыв. Не существует общего мнения насчет того, почему это произошло. Скорее всего, это было вызвано комплексом факторов, который мог включать или не включать в себя нашествие сарматов, степняков, изменение климата, которое вынудило людей не селиться на постоянных массовых городищах, а на более мобильных, более непродолжительное время существующих селищих гнездами. И, возможно, изменение идеологических воззрений и культуры этих прославянских племен. Знаем, что это были прославяне, почему сейчас скажу. Скорее всего, тогда как раз происходит разделение большой, большесемейной общины на отдельные семьи, как хозяйственные единицы. генетики. Ну и почему мы считаем, что именно зарубиневская культура является первой славянской культурой, то есть прославянской культурой, ранее которой мы уже славянскую общность выделять не можем. она идеально ложится на зону славянской гидронимии, она идеально ложится на буквы горизонт, она идеально ложится на среднее поднепровье, которое мы знаем из генетики. И хронологически она хорошо подходит под время разделения балтославянских языков до образования зарубиневской культуры в третьем веке до нашей эры. Мы не можем говорить про славянскую общность в каком-либо виде и должны говорить о том, что в это время, в бронзовом веке, в начале железного века существуют различные в той или иной степени схожие или отличающиеся друг от друга балтославянские племена. Ну складывается зарубиневская культура из трех компонентов. Секунду, подожди, надо, чтобы этим зрителям было понятнее хронология. Сначала существовала зарубиневская культура, потом на ее основе развивается киевская культура, а пражская культура, таким образом она тоже происходит напрямую из зарубиневской или она происходит из там какие-то может быть... Ну вот, как я сказал, произошел взрыв зарубиневской культуры и памятники родственной зарубиневской культуры расселились по большой зоне Восточной Европы. И это как раз киевская и пражская, да? То есть как части... Ну предки киевской и пражской, а также ряд других групп, в том числе предки именьковской культуры, собственно, как они оказались на Волге. Предки именьковской культуры чуть позже того, как взорвалась зарубиневская культура, переселились на Волгу или были переселены на Волгу с арматами и там встретили свою дальнейшую судьбу. И поэтому мы можем говорить, что именно зарубиневская культура является первой славянской культурой. Зарубиневская культура фиксирует собой первые этапы сложения прославянской общности, которая потом уже в 8-9 веках распадется на отдельные славянские этносы, отдельные славянские народные. Ну и собственно можно выделить таких три условных для этой лекции хронологических горизонта, то есть зарубиневская культура, ей наследует киевская культура и потом не связана с киевской культурой генетически пражская культура, которая восходит к иным постзарубиневским памятникам, которые располагались в Правобережном Полесье, той территории, которую не занимала собой киевская культура. А что касается религиозных может быть археологических свидетельств касающихся этих культур, то есть может быть какие-то идолы, какие-то фигурки, то есть они преемственно известна довольно большая выборка идолов из этого региона. Это обычно такие каменные изваяния антропоморфные. Мы не можем ни с какой уверенностью говорить, кого из богов или не богов вовсе они изображают и вообще к какой культуре они относятся, потому что в контексте именно помянутых культур они находятся редко, потому что святилища располагались не на поселениях обычно. Располагающиеся на поселениях святилища в славянском мире засвидетельствованы, но они скорее в этом северном ареале, происходящем из северных потоков заселения из киевской культуры, про которую я говорил чуть раньше. Можно, наверное, сказать пару слов о балтославянах, кто это такие, как не выделились из андоевропейской общности. Ну да, насколько я знаю, есть такая гипотеза о том, что балтославяне висит, говорят, что висит. Это там уже прошло в общем-то. Суть в чем? Существует эта теория, что балтославяне не являются наиболее близкими народами и у них когда-то была, я так понимаю, какая-то общность, то есть они были по сути, ну как один народ или народность, то есть действительно это является истинным в плане этой гипотезы, то есть насколько она подтверждена. Да, это вполне себе справедливо. Сходство еще во времена Российской империи исследователей сильно, сильно раньше, чем была открыта индоевропейская семья языков. И лингвистическое сходство между балтскими и славянскими языками, оно неоспоримо. Историческая общность тоже действительно существовала. И существовала она, нам известно, как Тшинецкая Комаровская Среднего Бронзового века, которая существовала в 100-е годы до нашей эры. На протяжении примерно 300 лет. Может, чуть больше, может, чуть меньше. В разных местах она состоит из трех археологической Комаровской культуры и сосниц. Надо, видимо, завершаться и уже отвечать на вопросы, я думаю. Собственно, мы-то уже и подошли к концу, вот, собственно, пришли к данной культуры. я не знаю, слышали вы или нет. не, не, они должны были. Сейчас можете видеть характерные сосуды Тушенецко-Комаровской культурно-исторической области или общности, которую археологи относят к балтославянскому единству, к восстановлению балтославянского единства, его выделению из индоевропейской общности, которая свистовала в Среднем Бронзовом веке примерно с 1500 до 1200 годы до нашей эры. Для нее характерны такие кульпановидные сосуды, которые вы видите на экране, курганные захоронения, в которых сейчас находят как инвентарь каменные боевые топоры и поселения также землянками, как и более поздние славяне и балты. Ну и зарубинецкая культура собирается из трех компонентов, все из которых восходят к Тушенецко-Комаровской области. То есть мы можем говорить, что становление зарубинецкой культуры представляло из себя определенные этнические процессы в рамках балтославянской общности, которые привели к выделению из нее славян как этноса и славянских языков как языка. В общем, как-то так. Наверное, нужно на этом заканчивать. Мы проследили таким образом, откуда они происходят, откуда славяне взялись, собственно говоря, в этом мире. Ну и можете задавать вопросы. Я закончил все, что хотел рассказать. Возможно, нужно вкратце оговориться о двух концепциях, которые высказывались Валентином Васильевичем Седовым. Первый из них. Рыбе в том, что прославянская культура является Пшеворская культура Повислинья. Это не так, потому что на территории Пшеворской культуры известны руны. Она структурно отличается от всех вышеперечисленных славянских культур. К ней не может восходить достоверно известная пражская культура. Те сосуды, которые Седов приводит как аргумент в пользу того, что они похожи на сосуды пражского типа, которые я показывал вначале, они от сосудов пражского типа отстоят на примерно 200-300 лет и не могут быть их предками. Ну и по римским источникам мы достоверно знаем, что на территории Повислинья в то время расселялись племена вандалов. Восточно-германское племя, которое также участвовало впоследствии в разрушении Римской империи. И второе заблуждение, которое раньше было научным взглядом, которое высказывал академик Борис Александрович Рыбаков, заключается в том, что славяне происходят около скифских племен. Ну, сразу скажем, что скифы это ираноязычный степной народ, он никакого отношения ни к славянам, ни к балтославянам не имеет. А скифоиды, возможно, я упоминал, что один из компонентов сложения закругенецкой культуры это скифоидные лесостепные памятники. Они имеют к скифам лишь номинальное отношение. Это просто ряд балтославянских племен, ряд балтославянских культурных групп, которые попали под влияние скифской культуры во время ее существования. И поэтому называются скифоидами. Потому что так же, как зарубинецкая культура, например, попала под влияние кельтов, так же, как скифская культура попала под влияние римлян, так же скифоидные культуры попали под влияние скифов. И поэтому называются скифоидами. Ну и, кроме того, эти скифоидные группы, они были только на юге зарубинецкой культуры, и мы не можем в какой степени говорить, что они являются каким-то существенным компонентом для сложения всей культуры. Таким компонентом являются памятники, восходящие к Подклошево-Поморским, памятникам к Распарислине, которые потом уже затем сменились памятниками вандалов в Шворск. Ну и, наверное, нужно посоветовать несколько книг, которые можно прочитать по этой теме. Во-первых, я посоветую книгу литовской исследовательницы Марии Гимбутас, которая называется «Славяне сны Перуны». В ней содержатся устаревшие данные, но она отлично рассматривает возникновение славянских культур от Ямной вплоть до Древней Руси. Она имела устаревшие взгляды насчет зарубинецкой культуры, так что держите это в голове, когда будете читать. Можно прочитать книгу Валентина Васильевича Седова «Славяне в раннем средневековье». Очень важно не читать книгу «Славяне в древности» этого же автора, так как в ней излагается взгляд «Славяне в швортской культуре», о котором я только что сказал. Можно прочитать небольшую, но интересную статью Марка Борисовича Щукина «Рождение славян». В принципе, она соответствует всем современным воззрениям на этот счет с незначительными оговорками. И лучшее, самое лучшее, на мой взгляд, что можно прочитать по этой теме вообще, это сборник под редакцией «Барана. Славяне Юго-Восточной Европы в догосударственный период». Он отличается тем, что каждый раздел по каждой из каждых из этапов истории про славянской общности писали специалисты именно по этому этапу. То есть по зарубинецкой культуре писали такие исследователи, как Максимов и Пачкова, по киевской культуре писали Вакуленко и Магомедов, по пражской культуре и времени Великого Переселения народов писали Приходнюк и Баран, также являющиеся ответственным редактором. Так что эта книга максимально точно передает самые, практически самые новые, самые актуальные взгляды на этот счет. Так что все читайте ее. Все эти книги есть в группе «Варварская Европа». Все подписывайтесь на нее. По тегу «Литература Варварской Европы» все их можно найти и прочитать. Ну, я добавил, кстати говоря, в описании эту группу. То есть вы можете там, в принципе, найти ее свободно. Ну, на этом мы, наверное, будем заканчивать, если у вас, конечно, нет. Там кто-то спрашивал. Ну, сейчас посидим. Минус пять, может, у меня вопросов присылать. Да, но там кто-то про гуногерманский круг еще спрашивает. Гуногерманский круг с гунской археологией. Во-первых, все довольно трудно для специалистов. Я не являюсь специалистом по гунской археологии. Никакой имел это кто. Я не возьмусь ответить на вопрос. Так, ну и, собственно, все основные такие моменты мы осветили. То есть как-то подняты уже были все основные вопросы, наверное. Да, они были таким достаточно, может быть, скучноватым даже местами языком изложены. Но, в принципе, наверное, лучше каких-то источников в виде стримов по этой теме вряд ли можно найти, как мне кажется, теперь. Я думаю, да. Ну, я, конечно, удивлен еще то, что никто не поставил дизлайк этому видео, учитывая, что тут такие были эти перебои такие, все эти вот какие-то зависания, подвисания. То есть очень занятно, конечно. Ну и, кстати, кстати, если вы хотите как-то помочь нашему проекту, то можете присылать ваши донаты. Там ссылки в описании, собственно, все имеются. Этим вы, так сказать, поспособствуете развитию наших каналов, наших стримов, дальнейших трансляций. Подписывайтесь на нас в соцсетях, если кто-то из тех, кто смотрит, не подписан. Там все ссылки, конечно же, в описании можете найти. Ну и, наверное, будем заканчивать, если... Наверное, нужно сказать, возможно, пару слов о моих группах. Ну, можешь рассказать вполне, да. Да, у меня есть группа Варварская Европа. Большая главная группа, в которой я как раз пишу обо всем этом, о археологии Железного века Европы. В частности, о... про славянской общности, с точки зрения археологии, становления и ее развития. И вторая группа, более молодая группа Кориос, посвящена индоевропейской мифологии, древним индоевропейским верованиям, а также их возрождению в современности. Если вам это интересно, подписывайтесь на нее. Ну да, там весьма активные дебаты в этой группе проходят. Я думаю, многим будут интересны они. Да, да. Ну, наверное, на этом мы будем завершать нашу трансляцию. Всех, кто смотрел, благодарим за внимание, так сказать. И ждите, конечно же, оповещения в нашей группе Odle о следующих стримах, которые обязательно будут и на которых обязательно мы уже исключим какие-либо вообще технические неприятности. Так что, да, на этом мы, наверное, закончим. И что можно сказать? Подписывайтесь на все, как я уже сказал, в описании, на все паблики, на все каналы, в том числе в Телеграме, подписывайтесь на наш Инстаграм и на все прочие наши ресурсы. Отвечая на вопросы, которые уже идут о будущих стримах, раз уж я их упомянул, нет, они, конечно, не будут все археологические, то есть это сегодня я пригласил администратора групп Варварской группы Икориус Ивана Образцова, который сегодня рассказал ему о каких-то археологических вопросах про родины славян, их происхождение. А так, конечно, у нас будут другие стримы, посвященные и другим вопросам. В том числе мы можем позвать и сегодняшнего гостя, чтобы он рассказал какие-то другие темы, с которыми наверняка знакомы. И мы, в принципе, будем приглашать и других людей, будем сами проводить уже от себя на другие темы, поэтому темы будут совершенно разные, как и, впрочем, контент на нашем канале, вы можете с ним также ознакомиться. Ну, все, на этом, наверное, мы завершим. Так сказать, до новых встреч!